Совет Федерации страны одобрил закон, который позволяет направлять средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по ипотеке в любое время с момента рождения второго или последующих детей. Ранее законопроект приняли депутаты Госдумы. До этого использовать капитал в качестве первоначального взноса можно было только по достижению ребенком трех лет. К слову, республиканское законодательство в этой части опередило федеральный закон. Региональный семейный капитал изначально не имел особых возрастных ограничений. Любовь Лапина продолжит. Иди, мой хороший. А вот так мы летаем. Это тетя там. Там дядя. Скажи привет. Как мы делаем? Скажи привет. В семье Яценко трое детишек. Старший сын и две дочурки. Проживают все вместе в купленной в ипотеку двушки в поселке Нижничев, что под Сыктывкаром. Когда три года назад приобретали квартиру, выбор был сложный. На большую сумму по кредиту рассчитывать не приходилось. А потому выбор пал на пригород. Впрочем, не пожалели. Квартира здесь оказалась чуть дешевле. Дом основательный, кирпичный, а сам район спокойный. Мы полностью оба капитала потратили на ипотеку, на погашение. Точнее, федеральный. Мы потратили как первоначальный взнос. В банке нас это приняли, одобрили, так как накоплений совершенно никаких не было. Не было возможности накопить минимум 10% от стоимости квартиры. А второе, когда родилась наша третья дочь, мы как только получили сертификат, сразу же его пустили на погашение процентов. Изначально брали 2 миллиона 300 тысяч рублей. Сейчас практически половина уже погашена. Ежемесячный платеж с 26 тысяч рублей упал до 18 тысяч. Конечно, во многом благодаря тем самым федеральному и региональному капиталам, отмечают родители. Понятно, что в пятеро в 44 квадратных метрах нелегко. Каждый сантиметр в квартире продуман до мелочей. У каждого есть, пусть небольшая, но своя зона. А потому живет семейство очень дружно. У нас сестренка, вот такая маленькая. Туда еще приезжали два изделия. Знакомые. Вот это я. В Республиканском министерстве труда и социальной защиты отмечают. В этом году региональный семейный капитал на улучшение жилищных условий направили уже 250 семей. Всего же с 2011 года, именно тогда в Коми появился этот вид поддержки, свои жилищные условия улучшили почти 2000 ячеек общества. Причем ждать, когда ребенку исполнится три года, не приходилось. Власти Коми изначально не стали возводить существенных возрастных барьеров. Так, на погашение основного долга по жилищному кредиту деньги можно было тратить сразу после рождения ребенка, а на первоначальный взнос по ипотеке спустя всего шесть месяцев. У нас в Республике постоянно принимаются изменения законодательства, как раз направленные на улучшение возможности использования регионального семейного капитала, в том числе и на улучшение жилищных условий. Мы понимаем, что это как раз наиболее важная проблема для семьи с детьми. И в том году было внесено такое направление, как возможность расходования средств регионального семейного капитала на строительство, реконструкцию жилого помещения. Помимо, собственно, улучшения жилищных условий, в Коми также действуют и другие направления, на которые можно потратить региональный капитал. К примеру, на капитальный и текущий ремонт. Эта мера поддержки была принята только в прошлом году, но уже очень востребована семьями. Обращений 170. Годом ранее их было всего два. Сегодня республиканское законодательство работает на интересы семьи. Так, в рамках регионального семейного капитала можно получать ежегодную денежную выплату в размере 25 тысяч рублей, на погашение платы за коммуналку и детский сад, а также на уплату налогов и страхование жизни. Предусмотрено даже санкур лечения и оплата дороги к месту отдыха и обратно.